Время новостей на нашем телеканале в студии Алиси Горяк. Здравствуйте! Прямо сейчас расскажем о том, как проходят выборы президента Молдовы. Беспорядки и провокации в Варнице, куда приехали голосовать жители левобережья Днестра, потребовалось вмешательство правоохранительных органов. А в селе Сен-Этеука неизвестные разбросали гвозди, чтобы нарушить движение транспорта. Беспрецедентная мобилизация диаспоры. Граждане Молдовы весь день штурмовали участки для голосования. Во Франкфурте поступил сигнал о бомбе, а итальянские полицейские аплодировали молдавским избирателям. Полиция зафиксировала сотни нарушений, выявленных во время голосования. А послы нескольких стран лично посетили некоторые участки для мониторинга процесса. Трагедия в Румынии. Пациенты, инфицированные коронавирусом, погибли в пожаре, который охватил отделения интенсивной терапии в больнице города Пятра-Немц. И начнем мы с прямого включения из Центра избиркома, где сейчас находится наш корреспондент Елена Веговская. Лена, добрый вечер. Какая обстановка в ЦИКе и что ты можешь рассказать нам к этому часу? Добрый вечер, Олеся. Добрый вечер, телезрители. И к этому часу избирательным правом воспользовались уже более 50% граждан Молдовы. Явка во втором туре президентских выборов намного больше, чем в первом. И в целом по республике, как и прежде, активнее голосуют представители старшего поколения. Это люди возрасте от 56 до 70 лет. Из общего числа проголосовавших более 700 тысяч это женщины и более 500 тысяч это мужчины. В северных районах Молдовы, а именно в Дандюшанах, Окнеце, Резины и Криулянах, как и в первом туре, наиболее активные избиратели. А вот в Бессарабяске, Бричанах, Неспаренах избиратели пассивнее. В столице, в Кишиневе, явка превысила 47%, тоже приближается к 50%. И, как и днем, наиболее активные избиратели в центральной части муниципия. Жители остальных секторов также идут на голосование, но чуть менее активно. В столице, как и в целом по стране, в процессе голосования активнее женщины, нежели мужчины. И большинство проголосовавших это представители старшего поколения, люди в возрасте от 56 до 70 лет. За ними с разрывом примерно в 1% идут люди в возрасте от 26 до 40 лет. Высокая активность голосующих наблюдается за рубежом, где избирательным правом воспользовались уже более 210 тысяч граждан Молдовы. На участках во Франции и в Германии проголосовало более 4 тысяч избирателей. В Центризбиркоме отметили, что на некоторых избирательных участках не хватило бюллетеней, и граждан призвали пройти проголосовать на ближайших участках. Также за рубежом активнее голосуют люди в возрасте от 26 до 40 лет, как и было днем. А вот разрыв между голосующими мужчинами и женщинами по прошествии времени чуть-чуть увеличился, но дамы по-прежнему лидируют. Также в ЦИК сообщили о кибератаках, которые... ситуации были с отключением интернета и сервера. Но все наладилось, все исправили, продолжается работа в штатном режиме. Тем временем до закрытия участков остается чуть... около двух часов. Кто еще не успел воспользоваться правом голоса, могут это сделать до 21.00. Спасибо, Елена, за подробную информацию, а мы продолжаем выпуск. В селе Варница ветераны и активисты заблокировали дорогу автобусу с людьми, едущими на избирательные участки. Это привело к столкновению между полицией и протестующими. Чтобы разблокировать дорогу, пришлось задействовать силы спецподразделений. В то же самое время на дороге в селе СНТУК неизвестны бросили на дорогу острые металлические предметы, в результате чего несколько автомобилей, в том числе полицейских, повредили шины. Правоохранительные органы ведут расследование. В селе Варница несколько активистов преградили дорогу жителям Приднестровского региона, приехавшим, чтобы воспользоваться своим правом голоса, мотивируя тем, что на левом берегу Днестра может быть организован подвоз. Это привело к столкновению между полицией и протестующими. Один человек был задержан правоохранительными органами. Чтобы обеспечить проезд жителям Левобережья, прибыл автобус спецназа МВД. В результате протестующих ветеранов удалили с дороги и установили оцепление. Жители Приднестровского региона были возмущены произошедшим инцидентом. Обстановка в Варнице накалилась с самого утра, когда всё больше людей стали прибывать на избирательные участки. И ветераны вновь попытались преградить им путь. «Я хочу защитить свою страну и не хочу беззакония». А вот этот мужчина вступил в спор с водителем, утверждая, что тот организованно перевозил людей для голосования. «Ты отвечаешь за свои слова. Уверен, что я еду. А если я не буду...» Впоследствии было решено записывать все регистрационные номера автомобилей, прибывающих к избирательным участкам. «Записываем номера каждой машины и когда она проехала. И сколько человек в машине? Да. А если в автомобиле больше восьми человек, что будете делать? Ничего. Выясняем, а потом идём в полицию». В селе Варница дежурят десятки полицейских. Представители правоохранительных органов заявляют, что нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. «Полиция следит за ситуацией, выполняет свой долг и свою работу. Люди приезжают, уезжают. Все законы соблюдаются». Некоторые депутаты, в том числе Игорь Гроссу, который в первом туре президентских выборов перекрыл своим автомобилем дорогу между Бендерами и Варницей, прибыли наблюдать за ходом голосования. Одни встали на сторону протестующих, другие – на защиту граждан с левого берега Днестра. Но мы будем очень внимательно следить. «Как мы хотим воссоединить республику Молдова, если мы ограничим право голоса для значительной части граждан?» Несмотря на препятствия, жители левого берега Днестра выстроились в очереди у избирательных участков Варницы. Говорят, что пришли голосовать за перемены, за процветающую развитую Молдову и за возвращение домой уехавших за границу на заработки. «Чтобы платили пенсию старикам, чтобы наши дети вернулись домой, что они за границей, мы их не видим. Вот поэтому и голосуем». «За свободу, чтобы не было войны». Напряженная ситуация сложилась и на севере страны, во Флорешта, где также открыты избирательные участки для жителей Приднестровского региона. На мосту в селе Сенатовка неизвестные бросили куски колючей проволоки, в результате чего несколько автомобилей, в том числе полицейские, повредили шины. Дело расследует полиция. Дело зарегистрировано в инспекторате полиции Флорешт и, соответственно, начато расследование. Центральная избирательная комиссия осуждает жесткие акции протеста, происходящие в Варнице. ЦИК призывает к спокойствию и терпимости и предупреждает, что люди, препятствующие свободному доступу к избирательным урнам, могут понести наказание за административные правонарушения вплоть до уголовных. Для голосования избирателей из Приднестровского региона открыто 42 участка. К половине четвертого дня свыше 100 различных нарушений было зафиксировано на избирательных участках или рядом с ними. Чаще всего правоохранители уведомляли об организованном подвозе избирателей. Об этом сообщил заместитель начальника генерального инспектората полиции Марин Максиан на пресс-конференции. Сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали случай в селе СНТУК, когда на дороге кто-то разбросал загнутые гвозди, из-за чего у многих автомобилей были повреждены шины. Также полиция предупреждает, что будет задерживать всех, кто попытается заблокировать доступ машин или людей на участке для голосования. К этому часу было зарегистрировано 105 нарушений избирательного процесса. Полиция на данный момент расследует 9 случаев предвыборной агитации, 5 случаев блокирования дорог, 10 инцидентов с бюллетенями для голосования, из которых в 7 случаях речь идет о фотографировании, а также 44 случая подвоза избирателей. Согласно информации, предоставленной Марином Максианом, задокументированы 5 случаев блокирования трассы, 6 инцидентов, связанных с агрессивным поведением, а также случаи, когда граждане приходили голосовать в состоянии алкогольного опьянения. В Кантемирском районе в селе Гатешты неизвестные раскрасили ворота примары председателя местного избирательного участка. Всего по всей стране охраняют порядок и наблюдают за выборами 6000 полицейских. Наблюдатели от миссии «Пром Олег» в свою очередь обработали 221 из 337 отчетов, представленных сотрудниками организации до 14 часов. В них вошли данные о 159 инцидентах. Примерно столько же было отмечено и в первом туре голосования. 22 из них связаны с организованной доставкой людей на избирательные участки, 7 случаев предвыборной агитации внутри избирательного участка и 11 случаев материального или денежного вознаграждения, предложенного за голосование за конкретного кандидата возле избирательных участков, открытых для жителей Левобережья. При предъявлении вкладыша от удостоверения личности избиратели заносят в определенный список. Затем им предлагается вознаграждение до 400 леев. Они должны расписаться, что получили эти финансовые средства. Постика добавил, что в некоторых местах наблюдатели не допускали на участки и не разрешали снимать процесс. Зафиксированы и попытки сфотографировать удостоверение личности, а также несоблюдение противоэпидемических мер. Наблюдатели Промо-Алекс работают на 608 избирательных участках страны. Представители диаспоры активно участвуют во втором туре президентских выборов. Об этом свидетельствуют многочисленные видеоролики и сообщения, размещенные нашими соотечественниками в социальных сетях. У некоторых посольств очереди выстраивались задолго до открытия избирательных участков. Люди писали, что проехали сотни километров, чтобы воспользоваться правом голоса. К этому часу явка на избирательные участки среди представителей диаспоры составила свыше 225 тысяч человек. Первым гражданином Молдовы, проголосовавшим во втором туре президентских выборов, стал молодой человек, работающий в Японии в известной архитектурной компании. Его фото в соцсетях разместило посольство Республики Молдова в Токио. В Румынии и Бухаресте избиратели начали приходить к посольству Молдовы с самого начала его работы. Начиная с 7.00, очередь была уже довольно внушительная, и люди продолжают пребывать все больше и больше волнами, написал наш земляк в социальных сетях. На кадрах видно, что все соблюдают социальную дистанцию. По словам голосующих, весь процесс занимает не более 30-40 минут. Кадры из Италии демонстрируют, что и там, около участков для голосования, образовываются огромные очереди. Интернет-пользователи пишут, что никогда не видели такой активности на выборах. Из-за большого количества избирателей в Венеции и Брешии, Пармии и Милане, Вероне и Болонье, Консульство Республики Молдова в Италии обратилось к гражданам с призывом пройти на соседние участки. В Вероне выстроившимся для голосования людям сотрудники местных правоохранительных органов выразили свою поддержку аплодисментами. Видео было снято там же нашим соотечественникам. Также в Вероне для тех, кто пришел на выборы с маленькими детьми, организовали отдельную очередь. И в Лондоне, несмотря на дождь и пасмурную погоду, голосующие пришли в посольство задолго до открытия избирательного участка. Это очереди на одном из избирательных участков Лондона. В очереди адские. Есть люди, которые пришли сюда с пяти утра, стоят в очереди. И много людей приехало сюда со своими семьями, со своими детьми. Подобные сообщения поступают из Парижа, Тель-Авива, Праги, а также из Германии, где в первом туре число желающих проголосовать было очень высоким. В социальных сетях было размещено видео, на котором с высоты птичьего полета были запечатлены избиратели, которые выстроились в огромную очередь на сотни метров перед Генеральным консульством Республики Молдова во Франкфурте-на-Майне. Пользователи сети выразили обеспокоенность по поводу того, что бюллетеней может не хватить. А сотрудники консульства призвали избирателей отправиться на избирательные участки в других городах в Штутгарте, Касселе или Страсбурге. В Нидерландах граждане Молдовы, которые пришли на избирательный участок в Гааге, угощали плациндами своих соотечественников. В Брашеве молодой виолончелист из Республики Молдова дал концерт классической музыки прямо на избирательном участке. Многие наши соотечественники, проживающие за границей, сообщают, что им приходится ехать за сотни километров, чтобы попасть на избирательные участки. Так пятеро молодых людей в США проехали 1800 километров, чтобы реализовать свое право голоса. В первом туре президентских выборов в Молдове был установлен абсолютный рекорд явки среди диаспоры. Около 150 тысяч молдаван, проживающих за границей, воспользовались своим правом голоса. Для второго тура голосования ЦИК приняло решение об увеличении количества избирательных участков, сканеров и операторов там, где наблюдался самый большой поток избирателей. Всего за рубежом открыто 139 избирательных участков. Одной из самых горячих точек сегодня стал избирательный участок в Германии, во Франкфурте, на Мане. Сначала избиратели устроили протест, опасаясь, что им не хватит бюллетеней и непрерывно скандировали «Мы хотим голосовать». Затем представители ЦИК сообщили, в немецкую полицию поступило сообщение о том, что в здании избирательного участка заложена бомба. Из-за этого процесс голосования был на время приостановлен. Беспрецедентная мобилизация в рядах диаспоры. За границей к полудню проголосовали почти 150 тысяч человек, что превышает рекорд, установленный две недели назад. Во Франкфурте, на Мане, тысячи граждан, стоящих в очередях, после того, как стало известно, что количества бюллетеней может быть недостаточно, устроили акцию протеста, скандируя «Мы хотим голосовать». Мы хотим голосовать! Мы хотим голосовать! Мы хотим голосовать! Позднее в полицию поступил телефонный звонок о том, что в избирательном участке заложена бомба. Голосование приостановили на час, а в результате проведенной проверки не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. Похожая ситуация сложилась и в Лондоне. Гражданин Молдова опубликовал в социальной сети видео, на котором видна огромная очередь. Он отметил, что для избирателей, которые стоят в конце, скорее всего, не хватит бюллетеней для голосования. Мы на избирательном участке в Бектоне в Лондоне. Примерно за четыре часа было использовано более двух тысяч бюллетеней. Получается, что бюллетени остались для тех, кто проголосует примерно до 17.00. Но еще многие ждут в очереди. Тем временем представители ЦИК заявляют, что количество бюллетеней не будет увеличено ни на одном избирательном участке. Гражданам придется идти на другие, открытые поблизости, чтобы воспользоваться своим правом голоса. Можем столкнуться с ситуацией, когда на некоторых избирательных участках не будет хватать бюллетеней. Напоминаю, максимальное количество для избирателей за рубежом для диаспоры составляет пять тысяч. Это количество ни под каким видом не может быть увеличено. Представители дипломатического корпуса в странах, где образовались огромные очереди на избирательных участках, призывают граждан ехать в другие города, где количество желающих проголосовать меньше и где они смогут реализовать свое право голоса. Но вернемся в Молдову. Сегодня утром оба кандидата, претендующие на должность главы государства, прибыли на избирательные участки. Они заявили, что голосовали на благо страны. Лидер ПДС Майя Санду сказала, что отдала свой голос за то, чтобы избавить страну от воров и изменить ситуацию к лучшему. А нынешний президент Игорь Дадон проголосовал за стабильность. На избирательные участки пришли и другие политики. Майя Санду прибыла на избирательный участок в сопровождении нескольких сторонников, которые аплодировали ей и пожелали успехов. Сначала кандидат от ПДС забыла о мерах защиты от коронавируса и надела маску только после того, как уже вошла в помещение избирательного участка. После голосования Майя Санду заявила, что возникли некоторые технические проблемы, связанные с электронной системой, и обратилась в ЦИК с этим вопросом. Также кандидат призвала граждан Молдовы прийти на голосование, чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему. Сегодня ваш день. Сегодня в ваших руках сила. Сегодня вы можете наказать тех, кто лгал вам, воровал и выгнал из дома. Сегодня решится, как будет жить Республика Молдова в ближайшие четыре года. Мы проголосовали за Молдову, которой будем гордиться. Как и в первом туре, Игорь Дадон с супругой прибыли на выборы позже Майя Санду. И если 1 ноября независимый кандидат припозднился из-за того, что готовил завтрак для семьи, то сегодня действующий глава государства предпочел отправиться рано утром в монастырь. Игорь Дадон отметил, что проголосовал за независимость, стабильность и дружеские отношения с Европейским Союзом, Российской Федерацией, Украиной и Румынией. Я голосовал за независимость и государственность страны. Я верю в будущее этой страны. Я голосовал за мир, за межэтническое спокойствие. Я голосовал за баланс во внешних отношениях. Я не хочу, чтобы Республика Молдова стала пешкой в геополитических играх. Председатель нашей партии Рената Усатый, который получил третий результат по итогам голосования в первом туре, заявил, что проголосовал за досрочные парламентские выборы и отметил, что уже выявил несколько нарушений на некоторых избирательных участках. Я пришел проголосовать против коррупции. Я голосовал за досрочные парламентские выборы, за то, чтобы все молдаване гордились тем, что они молдаване. Премьер-министр Ион Кейко прибыл с утра на избирательный участок вместе с женой. Он заявил, что сегодняшние выборы имеют решающее значение и выразил надежду, что с завтрашнего дня правительство сможет продолжить свою деятельность, направленную на изменения к лучшему в стране. Было сильное напряжение и не очень приятные действия со стороны политиков в этой кампании. Но я надеюсь, что сегодня народ поставит в ней точку. Председатель парламента Зинаида Гречаной прибыла на избирательный участок вместе со своим супругом. Она сказала, что проголосовала за мир, стабильность и процветание страны. Это очень важный день для республики Молдова, потому что сегодня народ страны выбирает своего руководителя. Лидер должен быть государственником, уметь защищать свою республику Молдова, гордиться своей страной и никогда в жизни не поклоняться другому государству. Во втором туре президентских выборов выигравшим кандидатом считается тот, кто набрал наибольшее количество голосов, независимо от числа избирателей, принявших участие в выборах. Если же оба претендента на пост наберут одинаковое количество голосов, то победителем будет назван тот, кто набрал наибольшее число в первом туре выборов. Напомним, избирательные участки открыты с 7 утра и до 9 часов вечера. В соцсетях и в ряде СМИ сегодня появился видеоролик, на котором женщина нападает на сотрудников избирательного участка. Что конкретно послужило причиной подобного поведения, неизвестно. Разбушевавшуюся даму пытались успокоить, но безуспешно. В итоге женщина сама покинула территорию участка для голосования. Поначалу в информацию об инциденте говорилось, что он произошел в Бельцах, позже, что в Кишиневе. В итоге выяснилось, что видео было снято еще в ходе первого тура президентских выборов, что и подтвердила пресс-секретарь Кишиневского инспектората полиции Наталья Стати. Пациенты, госпитализированные в Республиканскую клиническую больницу, в том числе с диагнозом коронавирус нового типа, имеют возможность проголосовать с помощью переносной урны. Члены избирательного бюро прошли специальный инструктаж, как правильно надеть защитную экипировку, чтобы не заразиться. О том, как проходит процесс голосования в РКБ, расскажем в следующем сюжете. На избирательном участке, открытом в Республиканской клинической больнице, проголосовали врачи, сотрудники медицинского учреждения и члены избирательного бюро, которые позже отправятся по всем отделениям медицинского учреждения с переносными урнами. Надеемся на хорошее будущее для нашей страны. На прошлых выборах все прошло хорошо, никто не заразился. Все члены избирательного бюро здоровы и сегодня находятся здесь. Члены избирательного бюро тщательно проверяют средства защиты. Костюм, защитный экран для лица, очки, перчатки и маски. Мы снимаем нашу одежду, надеваем защитный костюм. В защитной экипировке заходим в отделение, собираем бюллетени. Потом выходим, проводим дезинфекцию и переодеваемся. Ощущения, знаете, странные, когда мы надели эти костюмы. Было очень тяжело и дышать, и вообще ходить, и передвигаться. И я прям в этот момент действительно зауважала врачей. Мы дезинфицируем переносные урны, штампы, ручки, которыми подписываются пациенты. Даже если мы проводим дезинфекцию на выходе, из каждого отделения пациентам выдаются перчатки. Предполагаем, что сегодня проголосуют 1200-1300 пациентов. В республиканской клинической больнице лечится 180 пациентов с коронавирусом нового типа, 49 из которых находятся в отделении интенсивной терапии. Жители трех населенных пунктов страны сегодня, как и в первом туре голосования, выбирают президента в палатках. Из-за отсутствия подходящего помещения, отвечающего всем противоэпидемическим требованиям, в селе Бык-Комуны-Бубуеч избирательный участок был обустроен прямо на стадионе. В этот раз погода была благосклонна голосующим, в отличие от 1 ноября, когда лил дождь, проникавший даже в палатки. Так же, как и в первом туре выборов, палатку длиной 12 метров установили на местном стадионе. Внутри расположили мешки с песком, чтобы ее не унесло ветром. Снаружи бетонные плиты, удерживающие полиэтиленовую пленку, необходимую на случай, если пойдет дождь. В первом туре голосования дождь не только шел снаружи, но и попадал во внутрь палатки, поэтому стены импровизированного помещения были полностью мокрыми. «Если сравнивать с первым туром, то сегодня здесь теплее. Думаю, нам повезло только потому, что на улице не идет дождь». Однако хорошая погода, похоже, никак не повлияла на явку избирателей. До 11 утра проголосовали 153-154 человека. Если сравнить с тем же периодом в первом туре, цифра не отличается. Избиратели, которых мы встретили у входа в палатку, рассказали, что устали от пустых обещаний и хотят стабильности в стране. «Я проголосовала за стабильность в стране, за более высокие пенсии, чтобы мы могли работать здесь, дома, а не за рубежом. Я пришел с сыном. Я хочу, чтобы он остался в стране, чтобы продолжил обучение здесь. Я проголосовал за лучшее, более процветающее будущее». Избиратели признались, что разочарованы тем, что им приходится голосовать в палатке. «Это ненормально, но это реальность. Мы ничего не можем сделать». «Вы не против голосования в палатке? Как сказать? Это не очень приятно». В первом туре президентских выборов в селе Бык столичного пригорода коммуны Бабуеч из 954 избирателей, зарегистрированных по спискам, на выборы пришло 470. В таких же палатках голосовали и жители сел Новая Богдановка, в Чемишлии и Чигарлень и Лавенского района. Второй тур президентских выборов проходил под наблюдением дипломатических миссий, в том числе посольства США и посольства Российской Федерации в Молдове. Глава дипмиссии Евросоюза Петер Михалко также следил за процессом голосования. Посол Соединенных Штатов Америки в Кишиневе Дерек Хоган посетил несколько избирательных участков столицы, а сотрудники посольства монетаризировали выборы по всей стране. Дипломат написал на странице дипмиссии в социальной сети, что ожидает, что выборы будут свободными, справедливыми и прозрачными, в соответствии с международными стандартами, а также призвал граждан идти на избирательные участки, соблюдая правила безопасности. Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов вместе с сотрудниками посольства также принимал участие в мониторинге второго тура президентских выборов. Дипломаты наблюдали за избирательными участками в регионах страны и в столице. Ранее Васнецов встречался с делегацией Центральной избирательной комиссии России, а также с членами делегации Совета Федерации, прибывшими в Молдову для участия в наблюдении за ходом выборов. Глава представительства Европейского Союза в Кишиневе Петер Михалко также посетил избирательные участки на территории Молдовы. На странице одной из социальной сети он отметил, что в качестве международного наблюдателя он побывал в Страшенах, Варниченах и в селе Пересечино Аргеевского района. Михалко также призвал граждан Молдовы воспользоваться своим правом и проголосовать. За первым туром выборов наблюдали более 300 иностранных представителей. Во время второго тура ЦИК аккредитовало еще 162. Всего за выборами должны были наблюдать 2382 человека. За ситуацией в Варнице во втором туре президентских выборов следят в том числе и наблюдатели от СНГ. Артем Туров, член комитета Госдумы России по делам СНГ и вразийской интеграции связям с отечественниками, отметил, что поступило обращение о возможном перекрытии недопуски на территорию избирательных участков. Артем Туров также отметил, что наблюдатели от СНГ посетили семь избирательных участков в Кишиневе, еще несколько по пути в Варницу, где планируют побывать на четырех участках для голосования. Депутат добавил, что очереди возникают из-за сбоев компьютеров. В свою очередь глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский отметил, что серьезные нарушения наблюдаются главным образом на границе с Приднестровским регионом. Обо всех фактах блокирования подъездных путей к избирательным участкам наблюдатели своевременно информировали Центральную избирательную комиссию, отметил Гуминский. По данным Бюро по реинтеграции Молдовы в Приднестровском регионе проживают почти 250 тысяч молдавских граждан, которые по возрасту имеют право голосовать. Напомним, в первом туре президентских выборов в Варнице были зафиксированы попытки помешать ходу голосования избирателей из Левобережья на нескольких участках. Возбуждено два уголовных дела. Большинство голосующих, которые сегодня пришли на избирательные участки, приняли участие в экзит-поле. У респондентов спрашивали, за кого из кандидатов они отдали свои голоса. По словам тех, кто проводил опросы, граждане охотно отвечали на поставленные вопросы. Отметим, в этот раз Центр избирком разрешил проведение экзит-пола, хотя в первом туре опрашивать людей по телефону цик запретил. Несмотря на это, организаторы соцопроса проигнорировали требования комиссии. На выходе из участков избирателей встречали операторы, которые предлагали людям принять участие в вопросе. Гражданам нужно было ответить на несколько вопросов и сказать, за кого они отдали свой голос. Отметьте, за кого вы проголосовали, свой возраст и пол. Да, я поняла. По словам организаторов, большинство избирателей согласились ответить на вопросы. Было видно, что это не мошенничество. Мы смотрим телевизор, и вот почему я сказала вам, что мы нервничаем. Нам нужно посмотреть, будут ли результаты правильными и совпадут ли они с опросом. Некоторые люди отказывались от участия в опросе. Хотите принять участие в экзит-поле? Нет, спасибо. Я не понял цели опроса. Вот почему я не могу ответить. Операторы утверждают, что избиратели активны и хотят участвовать в таких социальных опросах. В общем-то, люди ходят на выборы. Это видно. Они откликаются на наш запрос о том, что мы делаем статистику. В общем-то, есть, конечно, отказы, но люди откликаются. Экзит-пол проводится компанией «Интеллект Групп» совместно с ассоциацией СПЕРО. Опрос проводят на 100 избирательных участках республики. Первые результаты будут представлены в 21.00 сразу после завершения голосования. В первом туре ЦИК запретила проводить опрос по телефону, поскольку существовал риск нарушения закона о персональных данных. Однако опрос все же организовали, и его данные были очень близки к данным, представленным ЦИК. И в завершении этого выпуска новостью о трагедии в соседней стране. В Румынии в больнице города Петра-Нямц произошел сильный пожар, в результате которого погибли 10 пациентов. Еще семеро находятся в критическом состоянии. Известно, что все пострадавшие лечились от COVID-19. После инцидента часть больных перевели в другие лечебные учреждения страны. Многие местные жители считают администрацию больницы виновной в произошедшем. Возгорание произошло вечером 14 ноября в отделении интенсивной терапии больницы скорой помощи. В это время лечение от коронавируса там проходили 16 пациентов. Во время пожара 8 человек погибли прямо в палате. Еще двое умерли, когда их переводили в приемное отделение больницы. Жертвами стали 7 мужчин и 3 женщины в возрасте от 67 до 86 лет. Среди раненых дежурный врач, который пытался спасти пациентов. Он получил ожоги 40% поверхности тела. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. На место трагедии прибыли почти 150 пожарных и спасателей из Пятра-Нямц, Бакеу и Яс. По словам префекта уезда Нямц, остальных пострадавших перевезли в Ясы. Пострадавшие будут переведены в Ясы. Им будет обеспечен необходимый уход. Жители Пятра-Нямц по-разному отнеслись к случившемуся. Думаю, это несчастный случай. Плюс ко всему добавился и пожар. Он и так был в очень тяжелом состоянии. Скорее всего, не выжил бы, потому что был подключен к аппарату ИВЛ. Виноватый менеджер больницы и те, кто занимается электричеством. В этой стране настоящая мафия. Хорошо не будет никогда. Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику выразил соболезнование румынскому коллеге Людовику Орбану. Генеральное консульство в Ясах сообщает, что молдавских граждан среди пострадавших нет. Таковы новости к этому часу. Я, Олеся Кайряк, на этом с вами прощаюсь. И напоминаю, что мы продолжим вас информировать о выборах главы государства. Следующий выпуск новостей ждет вас в 22.00. Также в любой момент вы можете узнать последние данные онлайн на сайте tvch.md, на странице нашего телеканала в Facebook и, конечно, на телеэкранах на нашем канале. А в 21.30 вас ждет очередной выпуск программы «Муждей шоу». Не пропустите, будет остро. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok